Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, не было давно видео. Сегодня только пришла новая посылочка с Авито. Давайте посмотрим, какие телефоны мы получили. Заказывал телефоны, опять же, не знаю, то ли он перекуп, то ли он не перекуп. Но покупались телефоны как нерабочие. Ну, знаете, всегда пишут нерабочие, чтобы никто их, как говорится, не заподозрил ни в чем. Ну, давайте смотреть, что к нам придет. Пришло. Так, телефонов много, телефоны класснецкие. Раньше таких телефонов у меня было много. Так, телефоночка, телефоночка с Казанчика пришла. В Казани пришли телефоны. Давайте смотреть. Так, не знаю, как раскрыть. Так, ну и первым номером нашей программы. Это у нас Nokia 6300. Так, уберу, чтобы не мешал. В черном цвете. Не знаю, что это за гусь. В рабочем, не в рабочем состоянии. Опа. Тут есть аккумуляторная батарея. Скорее всего, меняли корпус. Но у нас с бонусом идет вот что. Карта памяти на 1 гиг. Ха-ха-ха. Эта карта памяти может достаться вам, если вы захотите купить данный телефон. Не знаю, рабочий, не рабочий. Я аккумуляторные приготовил. Не знаю. Вроде заряжал. Так, что-то. О, ребят, он в рабочем состоянии. Не понял. Так, то ли у нас не хватило силы тока включиться. Так, подтвердить. Да, аккумуляторная батарейка. Хоть я ее заряжал, но она старенькая. Держит заряд, наверное, плохо. Оки. Чпоки. Ну вот. Стоит стандартное менюшка. Отлично. Родные обойки. Вау-вау. Так, режимы. Сейчас проверим звук на улице. Конфигурация. Nokia Tune. Открыть галерею. Сигналы. Мелодия. Отлично. Одна мелодия. Работает. Ну и бьем лайфтаймер. 92, 7, 0, 26, 89. Решетка. Кстати, кнопки нажимаются мягко. 2008 год. 876 часов. Ну вот такая вот лапушка у нас сегодня пришла. Экран не битый. Громкость есть. Будем проверять. Так, китайскую аккумуляторную батарею я убрал в сторону. Пусть лежит, ждет своего часа. Так, первый телефон. Отлично. Так, сразу подготовлю несколько телефонов, чтобы не дергать крышку. Поехали дальше. Следующим номером нашей программы есть вот такой Samsung. По-моему 330 модель, если я помню. Huawei E330N. Отлично. Телефон включается. Ну не знаю, выдержит ли батарея. Привет, Никита. Вот вам настенные надписи наскальные. Надо их сохранять. Джинс. Не понял. Там, наверное, стоит сим-карта, ребят. Хааа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. Так, давайте зайдем в менюшечку. И посмотрим мелодию. Батарея, кстати, держит хорошо. Я аж удивился. Звук звонка. Мелодию по умолчанию. Ребят, и внешний дисплей работает, смотрите. Все четенько. Если кто-то хочет купить, покупайте несколько телефонов. Будет дешевле доставка. Отлично. Ща порву. Да, были такие раньше картинки. О, Samsung, смотрите, бомба. Да, ребята, смотрите, еще карточка Джинс стоит. Кто-то пользовался вот такой карточкой. Так что, если хотите, я вам эту карточку подарю. Кто будет покупать, будет вам бонусом. Так, следующий телефон. Так, я думал оригинальная Nokia. А это китайфон. Еще с выломанной крышкой. Так, сейчас будем открывать, смотреть. Что из себя представляет данный агрегат. Есть у меня былка стандартная. Но это, по идее, заряженная. Хотя, бог его знает, может и не заряженная. Я люблю поприкалываться, не заряжать. Bass Mobile. Не как-нибудь. Еще и бабочки. Нет, это не тачскрин. Это обычный дисплей. Так, заход в меню, по идее, нет. А как же зайти в меню? Ага, номером два. Вот так заходим. Bluetooth, развлечения. Курсор работает. Так. Что у нас по развлечениям? Slumduk. Slumdunk. И подтверждение, смотрите, вот эта кнопка. Это, конечно, идиотизм. Ага, это еще надо кольцо убивать. Ага. Есть. Ну, короче говоря, телефон работает. И это отлично. 3.0. Вроде все работает. Дай бог, чтобы работали все остальные лоты. Так, поехали дальше. Один телефон я вам оставлю на закуску. Так, следующим номером нашей программы. Верхние почему-то лежали неумотанными. Так, сейчас будем смотреть. Это я разматываю. Так, есть вот такая вот моделька Sony Ericsson. Лупа я не брал, поэтому я слепой, без лупы не вижу. Сейчас будем пробовать. Не знаю. Может, материнка живая, может, мертвая. Так, лабораторник что-то пыжится. А в ответ, ребята, просто тишина. Баба Лиза скушена. Скорее всего, он положил верхние рабочие, а эти не рабочие. Лабораторник никак. Скорее всего, что здесь может быть? Я не слышу щелчка к кнопке включения. Скорее всего, здесь выломана кнопка. Но состояние корпуса, смотрю, оригинал. Давайте глянем. Ага, карты памяти найм. Называется FIGUA, национальное индейское жилье. Поехали дальше. Так, наверное, все-таки придется брать лупы. Так, пошли Sony Ericsson. Вау, красивые. Явно его разбирали, не хватает кнопки. Кто знает эту модель, сразу пишите мне в комментах. Я не обижаюсь, потому что половина моделей вылетела. Ага, понятно, телефон с подразборки. Поэтому думать, что телефон будет рабочий, и к бабушке ходить не надо. Вот он говорит, бабушка Юрию в день, да? Поехали. Здесь у нас кнопка включения. Лабораторник даже не пытается. Даже ничего, никаких цифрок не дергается на нем. Да, вот так люди и делают. Поняли? Положили три штуки телефонов наверх рабочих. Да, я чуть-чуть расстраиваюсь. Скорее всего, все нужные запчасти с них повытянуты. И просто... Ну... С поганой горитовцы хоть шерсть и клок. Оригинальный корпус. Стеклышко не подранное. Я сильно не расстраиваюсь, потому что я хочу дальше заниматься. Поэтому сильно вот эти телефоны... Нокия 6500 слайдер. Так, что? Тоже убиты. Ну, будем смотреть. Сейчас буду сразу брать лабораторку. И подключать. Так, поехали. Идет 0,2 потребления ампера. И телефон просто не включается. Если кто знает, ребята, которые я знаю, смотрят меня постоянно, напишите в комментариях, что может быть с телефоном. Если включается плата, не включается дисплей, явно порван шлейф. Здесь никаких признаков жизни нет. Поэтому напишите мне в комментах, с чего начинать, с чего смотреть. Телефон реально классный. У меня таких телефонов было много. Я их ремонтировал. Ну, как ремонтировал, перебирал. Сильно ремонтами я не занимаюсь. Поэтому нету такого навыка. Тут у нас есть оригинальная, смотрю, крышка. Оригинальная задняя часть. Где-то с такого телефона у меня валялись запчасти. Так, сейчас я посмотрю, как он называется. CRM604, модель 7230. Опять же, такой блатной разъем. Так. Поехали. Так. Кататься. Сразу пошло потребление 0,35 А. 0,40 А, 0,42 А. И все. Телефон даже не хочет включаться. Товарищи, знатоки, пишите Игорю, что может быть с телефоном. Да. Расстроился Игорючек. Так. Так, поехали. Но зато оригинальная задняя крышка, оригинальный задок. У меня, кстати, где-то была рабочая материнка. Поэтому сильно я не расстраиваюсь. Я, конечно, что-нибудь придумаю. Если сильно мучится что-нибудь, да получится. Поехали дальше. Ну, вот получается. Рабочие, рабочие, рабочие. Три, четыре нерабочих. Лот, конечно, мне очень понравился. Потому что я любитель таких старых телефонов. Смотрите, какая лапушка. Nokia N70. Трещины не видел. И не видел, что вот эта часть отошла. Она клеенная идет полностью по контуру. Хромяшка вот эта. Здесь у нас вставляется карта памяти. Но явно ее у нас... Ага. Я бы удивился, если бы этот нехороший человек, кредитка нам ее отдал. Поехали. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Да. Скорее всего, он собрал все, что ему не надо. И выставил на продажу. Пробуем дальше. Ну, не знаю, от лабораторника, если от батареи не запускается, то явно... А здесь сразу подсоединяешь минусовую. И идет сильное потребление. Почишу 450... Скорее всего, что-то... 455, потом упала в ноль. Это вообще цирк, ребят. Теперь вообще 0 ампер, 0 ватт. 4,2 стоит у меня на лабораторнике. И телефон не включается. А минусовая отвалилась. Понял. Не, ребят. Ничего не происходит. Ну, будет хоть корпус. Так. Поехали дальше. Дальше было раньше. Так. На закуску ставлю интересный телефон. Показывать не буду. Поехали дальше. Этих телефонов у меня на обзоре нет. Поэтому, если вот эти телефоны, все остальные ушатанные, то будем их как-то придумывать. Вот такая вот лапушка Sony Ericsson. Полностью все в оригинале. Потому что я понимаю и знаю, что такое оригинальные корпуса. По идее, он не разбирался, потому что больные места вот здесь. Если неправильно разбирать, здесь будут такие коцки. Так. Пробуем, ребят. Взял аккумулятор. Туда я лабораторником не залезу. Ну да, состояние классное. Кстати, у меня 4 материнки вот такого телефона есть. Сейчас я гляну, что за модель. Скорее всего, мертвая материнка. Мя. Плохо дело, ребятки. Плохо, плохо, плохо. W300i. Сделан в Малайзии, не Китай. Ну вот этот, я думаю, подчиню, потому что здесь два винта здесь. Здесь два винта под этой крышкой. Я такие телефоны в свое время делал. И они очень классно работали. Так, следующим номером нашей программы вот такая вот Nokia. Прикольно. Оригинальный корпус. Так. И моделька называется Made in Romania. Шри. Сиридный логовизм, неправильно сказал. 70, 20, а, RM197. Так. Поехали. RM197. Тут, наверное, тоже или флеш-память отвалена, или каратыш якась. Сейчас будем смотреть. Так, показывает 0,08 ампер. И ничего с телефоном не происходит. Опять же, товарищи гуру, кто знает, кто поможет, пишите в комментариях. Буду рад любому комментарию, с чего начать с данных телефонов. Все. Короче говоря, можно дальше понимать, что телефоны просто не рабочие. Так, выкладываю под штатив. Поехали. Так, следующий номер. Он вообще развалился. Nokia. 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 61-30. Скорее всего, я же говорю, он их повыбирал то, что ему надо. Я, говорит, его слепила из того, что было. А потом взяла и полюбила. Вот, видите. Вот эти телефоны очень тяжело разбираются. Я их не любил делать, потому что тут вот эта рамка, если неправильно ее начать разбирать, она трещала по всем швам. Ребята, сразу нажимаю на кнопку. Идет 0,27 ампер потребления. Ампераж остался, когда я включил. Телефон не запускается. Поэтому скажите, в чем дело. Когда подсоединял клеммы, было 0,0 ампер. Сейчас стоит 0,27 ампер. И дальше ничего не происходит. Пишите, что это может быть. Я вам все болячки рассказываю. А вы, если вам не тяжело, напишите. Буду благодарен. Скорее всего, вот так бы она крепилась. Так, следующий номер нашей программы. Nokia. Берем, кто его сделал. Сделал его в Венгрии, 62,30i. Телефон в ушатанном состоянии. Реально в ушатанном. Я такие даже на аукционах. Не брал, если брал в свое время по 50, по 40 гривен. Ради дисплея, ради моей материнки. Телефон мертвый. Так, подключаем лабораторник. Ладно, на закуску. Я думаю, будет классный телефон. Потому что там вообще даже муха не сидела. Опять же, ребят, включаю телефон. Высвечивает. Были нули, когда включил питание. Высвечивает 0,54 А. И все, телефон не включается. Что это может бить. Бить. Бить или не бить. Пить или не пить. Вот в чем вопрос. Так. Ну и крайняя вот такая вот Nokia. Даже не хочу ее включать. Я так понимаю, что она просто ушатанная. Или включить ее, не знаю. Как вы думаете? Ну ладно, уж видео, если пилим. Тогда уж поставьте лайк. Посмотрите до конца. Обычно смотрите 2-3 минуты. Так, открыл. Обзывается данная модель 2-7 очника Nokia 107. Так. Китайский FUFUX3 Trist. Ну, включаем. Опять идет 0,23 А потребления. И падает на 0. Идет потребление 0,23 А. Пока держу кнопку. И падает на 0. Так. Кто знает болячки данных телефонов, просьба писать в комментариях. Так, ну что, ребята. Показываю, что у нас на закуску. А, какая лапушка. Сименс. Очень прикольная моделька. SF65. Прикол. Очень прикольная модель. Я почему-то надеюсь, хочу надеяться, что она рабочая. Потому что она вообще не ушатанная. И не видно следов разбора. Сейчас я аккуратно. Тут надо аккуратно эту крышечку нажать. Открыть. Он тяжелый. Вроде там стоит аккумулятор. Сейчас проверим и продолжим. Так. Аккуратно получилось. Открыть. Да. Стоит аккумуляторная батарея. Даже есть язычок родной. Так. Сейчас, чтобы штатив не сбить. Вот такая батарея. Ну, чуть-чуть она дутая. Ну, вот так. Получается, верхний у нас минусовой. Нижний плюсовой. Ну, что. Попробуем его включить. Я, конечно, не знаю, чтобы его не спалить. Сейчас попробуем. Так он вставляется. Так. Вставляется он по-японски. Через зуб колена. Оп. Вот так. Так. Еще раз смотрим. Нижний ряд. Плюс. Плюс-минус. Как мне их заделать, а? Ну, скажите мне, как его заделать, чтобы не спалить. Вот здесь минус. Плюс-минус. Плюс-минус-минус. Не, ребят, это вообще невыносимо. Как его запустить? Так. Одет кнопка включения. А, ребят, не хочет. Так, попробую сейчас за кадром. Да, ребят, я подзарядил аккумуляторку чуть-чуть. Ну, скорее всего, здесь что-то с дисплеем, со шлейфом. Болячка вот этих всех телефонов, это шлейф. Да, обидно. Думал, что этот телефон классный. Что он хоть один вывезет, но нет. Не работает шлейф. Очень обидно. Хотя эти телефоны очень дорогие. Батарейка берет заряд. Все четенько. Ну, вот облом в танковых войсках. Телефон. Ну, вот. Видите, насколько выдержал. Зарядил я его полминутки. Ладно, ребята. Вот такой сегодня у нас был лот с вами телефонов. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. У кого есть ненужные телефоны, они вам не нужны. Можете задонатить. Сделать. Подарить Игорю, как доноры. Я попробую что-то из этой макулатуры сделать нормальные телефоны. Пальцы вверх. Подписка. Копируйте видео. Распространяйте мое видео. Всем пока. Хорошего вечера.